Цыплят по осени считают. Павлинов тоже. В Мирном, в парке живые алмазы Якутии, к 8 птицам в этом году прибавилось еще 5 птенцов. Тамара бессмертно узнала, как готовятся к зимовке теплолюбивые павлины, глухари, а также медведи, олени и яки. Пава большая, теплая и уютная. А самец рядом готов защищать свое потомство. Ровно год назад, в сентябре, когда павлинов только привезли, их было 8. Сегодня 13. Троих высидели, а этих двоих вывели в инкубаторе. Им чтобы не скучно было этих цыплят. Что значит не скучно было? Им бывает скучно? Ну, наверное. Как вы определили, что им было скучно? Ну, когда мы их разделили, там, когда маленькие, пищат все время. И когда мы их в ящик всех вместе ложим, тишина и покой. Еще есть у нас глухарята, которые тоже мы в инкубаторе вывели. Глухари живут в клетках на улице, тоже выведены из яиц. Яйца мы нашли, когда яголь, собираем как раз весной и нашли. Следующий объект посещения – медведь, вернее, медведя. Будем переселять уже. Леху вот на большой красивый вольер его переведем, а Умку переведем на Лехина. Тут же чуть попросторнее. А на будущий год уже он еще повзрослеет. Опять к этой стороне берлогу построим, этой клетке. И они рядом будут жить. Еще в парке «Живые алмазы» Якутии этим летом родился пятнистый олененок. Чудо-чудное, дева-дивное. Имени пока не дали. Растет в полноценной рогатой семье, в тепле и любви. Рядом в соседнем вольере теленок Яка. Миролюбивый и светлый, как облако. Родился через четыре дня после олененка. Вот уж у бога то пусто, то густо. Все греются на последнем летнем солнышке. Впереди осень и зима. Еще сено заготовить надо успеть. Трудовой день на Синокосе закончится в девять вечера. Выходных нет. На подходе осень. Здесь все прям хорошо. Парк «Живые алмазы» Якутии приглашает гостей. А дежурной по парку была Тамара Бессмертная, оператор Илья Засухин, телерадиокомпания «Алмазный край».